Здравствуйте, меня зовут Александр Самарцев и это обзор новостей за неделю. Только важные события, которые попали в объектив наших телекамер. То, что осталось за кадром официальных средств массовой информации, вы увидите здесь, на независимом канале 1612. Главная новость недели, в австрийской Вене арестован бывший зять Нарсултана Назарбаева Рахат Алиев. Об этом сообщает агентство Францпресс. Обстоятельства ареста остаются неясными, однако некоторые источники утверждают, что Алиев сам сдался полиции. Сообщается, что бывший зять президента Казахстана арестован по обвинению в причастности к убийствам и похищению людей. В самом Казахстане Алиев давно вне закона. Казахстанский суд признал бывшего зятя Назарбаева виновным в убийстве двух банкиров. Однако сам Рахат Алиев утверждал, что уголовное дело против него сфабриковано, а истинные причины преследования в том, что он выражал желание баллотироваться на пост президента Казахстана. А посягать на святая святых Нарсултана Абишевича негласное табу. Ни для кого в мире не секрет, что любое оппонирование власти в Казахстане тотчас пресекается, а сами опальные политики подвергаются такому прессу репрессии и правосудия, что их выживают отовсюду. Так принципиальный оппонент Нарсултана Назарбаева Мухтар Аблязов, ярый противник режима Елбасы, сейчас находится во французской тюрьме. Ранее Кассационный суд Франции отменил решение об экстрадиции Аблязова в Россию и Украину. Дело отправилось на повторное рассмотрение. На этой неделе стало известно, что слушание по делу экс-банкира перенесли на сентябрь. Точная дата еще не определена. В постановлении суда отмечается, что России и Украине разрешено участвовать в слушаниях, но представители этих стран не будут иметь доступа к следственному досье, а также право добавлять в него материалы. Если позиция России понятна, то позиции Украины вызывает вопрос. Так депутаты Верховной Рады от партии «Свобода» Ирину Фарион удивляет тот факт, что сегодня Украина требует выдать и оппозиционного политика Мухтара Аблязова. Если украинское правительство требует экстрадиции, то я считаю, что это остатки колониального наследия. Это означает, что Украина еще не живет по-новому. Украине надо поставить перед собой задачу избавиться от постсоветского синдрома. Украина пережила страшные события, которые не пережил Казахстан. Украина пережила голодомор. Это означает, что она на ментальном уровне ощутила на себе унижение и рабство. Это было не так давно, всего лишь 70 лет назад. И для реанимации нашему народу потребуется долгое время. Возможно, Украина имеет шанс реально стать другой, несмотря на то, что она выбрала президентом человека с советским прошлым. Каким будет исход слушаний по делу Мухтара Аблязова, предсказать сложно. На чаши весов. Потерявшая авторитет на западе Россия и вставшая на путь демократии Украина, которая может в любой момент отозвать запрос, а также личные просьбы Назарбаева и его приспешников об экстрадиции. В противовес. Французское правосудие с единственной важной в жизни каждого человека возможностью обладать своими законными правами. Вы смотрите еженедельный обзор новостей, о которых вы не узнаете по официальному телевидению. Новости без цензуры только на канале 1612. Мы продолжаем. От громких политических имен переходим к простому казахстанскому народу, который буквально погряз в кредитной кабале. Огромные банковские проценты, а также кризис вкупе с безработицей оставляет людей по уши в долгах. Суд, как следовало ожидать, остался на стороне банков. Апелляционный суд постановил. Решение Бостендыкского районного суда по делу оставить без изменения. Апелляционные жалобы из СУФ оставить без удовлетворения. Поставление вступает в законную смелость с момента его оглашения. Может быть обжаловано. Казахстанец Ермек Нарымбаев и более 40 заемщиков Каспи-банка, интересы которых он представлял, апелляционный суд проиграли. Но борьбу продолжат. На стороне проблемных заемщиков и заметный общественный деятель Каганат Такеева. Народ хочет услышать от Назарбаева, чтобы он сказал, будет вписание физическим лицам или не будет. Куда ушли 250 миллиардов? Ушли они или нет? Мы слышали, что ушли 100 миллиардов, выделенные, которые пошли именно на рефинансирование и на помощь малому и среднему бизнесу. Где 250 миллиардов, которые обещал Нур-Султан Абишич? Куда они ушли? Опять распиливаются верхушкой. А народ требует сказать, пусть президент выступит и скажет, будет он помогать народу или не будет. Будет вписание или не будет. Вопросы казахстанскому лидеру нации более чем актуальны. На деле обещания Елбасы сильно разнятся с действительностью. Назарбаев не перестает озвучивать лишь прекрасные перспективы будущего, напрочь забывая о повседневных проблемах. Стратегия 2050, как путеводный маяк, позволяет нам решать вопросы ежедневной жизни людей, не теряя из виду наши основные цели. Разумеется, слова Елбасы замечательные, а между тем, по объему просроченной задолженности, республика занимает одно из лидирующих мест в СНГ. Банки делают вид, что решают проблемы дебиторов. На деле же банкиры абсолютно глухи к должникам. Задача номер один – создать привлекательный образ для иностранных инвесторов. Недаром Нарсултан Назарбаев так озабочен своей репутацией на международной арене. Сколько душевных и, конечно, материальных сил было потрачено на подписание Евразийского экономического союза. Накануне важного договора все казахстанские стражи порядка работали в режиме тотального контроля. Органы власти безжалостно расправлялись даже с участниками одиночных пикетов, которые решились выразить свое несогласие с Новым Союзом. Как говорится, под раздачу попал и наш канал. Правда, как успели заметить постоянные зрители канала 1612, на нашу работу это практически не повлияло. Благодаря своеобразным хитростям, а также современным технологиям, телевидение можно делать где угодно, было бы желание. А у нас оно есть. Поэтому мы и дальше будем работать для вас. В итоге договор о создании ЕС был подписан, и спустя 4 дня 10 гражданских активистов, которых упрятали в спецприемник за саботаж, отпустили. Мы продолжаем обзор новостей за неделю, только самое актуальное и то, что вы не увидите в официальных СМИ. Новости без цензуры, только на канале 1612. Едем дальше. Казахстан находится не только в политическом кризисе, но и в интеллектуальном. За два дня проведения ЕНТ более 10 тысяч из 46 тысяч школьников экзамен не сдали. Педагоги и психологи уверяют, такие низкие показатели вина не детей, а государства. А судьи кто? Учитывая ту степень коррумпированности, которая в стране, особенно это касалось раньше вузов, насколько будет объективная оценка. Поэтому действительно общественные советы, которые предлагались из людей, которым у общества есть доверие, которые принципиальные, которые с года в год доказывают это, вот если они будут в этих советах, если они будут участвовать и отслеживать все эти моменты, то тогда порядок будет. Сама система сдачи ЕНТ критиковалась уже неоднократно. Из абитурентов, сдавших экзамены на государственном языке, не прошли ЕНТ 2908. На русском 975 человек. И это, похоже, всех устраивает. В том числе главу государства Нарсултана Назарбаева. И напоследок о туризме. Где отдыхать? В Казахстане или, к примеру, в Турции? Совсем недавно пользователь Фейсбука Азамат Ашимов сравнил стоимость отдыха в казахстанском Боровом и в турецкой Алании. 10 дней в казахстанской гостинице с питанием на базе завтраков и без учета трансфера обойдутся почти в полтора раза дороже, чем перелет и проживание в турецком отеле по системе «Все включено». Выводы делайте сами. Вам же отдыхать. Такими были события за неделю по версии канала 1612. Мы и дальше будем вас информировать о самом важном, что происходит в Казахстане без цензуры. На этом у меня все. Увидимся через неделю.